Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Бой между Мугденом и Леояном Шахе 25-27 сентября Вчера, в первый раз после перерыва более месяца, мы услыхали в Мугдене опять пушечные выстрелы. Глухие, еле доносимые вздохи. Бой начался за речкой Шелихе, в восьми верстах к северу от Янтая. Бой шел с 25-го, но исключительно ружейный, так как пушек у японцев еще не было. 25-го нашим левым флангом, без боя занявшим укрепленные позиции у Баньяпудзы, выдвинуты авангарды далеко вперед, а генерал Рененкамп даже перешел Тайдзи, верст на 20 восточнее Бенсиху, место перехода генерала Куроки. К вечеру 26-го японская артиллерия прибыла, и ее так удачно поставили, так скоро нащупали японцы наши позиции, что к ночи мы должны были отступить за Шелихе назад. Сегодня с рассветом мы опять перешли в Шелихе, и сейчас же после перехода завязался снова бой. В Мугдене выстрелы сегодня слышны уже гораздо отчетливее, а когда мы приехали в Шахе, то видны были и разрывающиеся шрапнели. Приехавший под вечер поезд с юга сообщил, что мы удерживаем позиции по ту сторону Шелихе, но железнодорожный мост Шелихе, с только что возобновленными настилами, под огнем. Уже совсем стемнело, а пушки все ухали, и яркими громадными звездами рвущихся шрапнели освещался сумрак горизонта. Шелихе от Шахе в восьми верстах. Привезли первых раненых 80 человек. Большинство из Псковского полка. Остальные – казаки, один артиллерист и четыре японца. Часам к девяти пальба окончилась, и мы отправились в бараке к раненым. Вечер холодный, и, вероятно, к утру будет и морозить. Неприятный холод начинающейся зимы, когда еще тело не привыкло, и холод сильнее чувствуется. Холод как-то проникает под платье, трогает тело и вызывает тяжелую дрожь. В бараке из досок с большими щелями лежат на нарах и раненые, и больные. На четырех кроватях лежат японские солдаты. Две лампы слабо освещают барак, и кажется, что в нем еще холоднее, чем на воздухе. Холодно? Беда, отвечает один раненый. Что за беда? – замечает офицер. Не холоднее, чем в палатках. Так точно, не холоднее. Только там полчаса поспишь, больше не уснешь, дрогнешь до самой души. И давай бегать, да руками размахивать. Кровь, значит, разогревать свою. Опять на полчаса хватит. А тут куда побежишь с раненой ногой? А то и в грудь, в живот. Тут уж только лежи да скули от холода, как щенки. Не примите за обиду моей речи. К слову пришлось. Обиды нет никакой. Где и терпеть, как не на войне. Самое худое претерпели. Отступление. А теперь шутя. Наступать лучше? Ох ты, Господи! Ну как же можно сравнить? Головы раненых оживленно поднимаются. На лицах радость и возбуждение. Фельдфебель Псковского полка Бахарев, раненый в ногу, совсем еще молодой, черненький, с блестящими глазами, сел даже и быстро говорит. Пули так и сыплются. А мы бежим вперед и не помним себя от радости. Как же можно сравнить? Ранили, упал, свои же и подберут. Думки нет никакой, значит. А убьют, так опять конец всему. Хорошо, совсем хорошо. Все время наступаете? Никак нет. С переменным счастьем. Отступим, а потом опять напрем. Только уже знаешь, что наступление, и все равно миновать ему никак нельзя. Чего бы то ни стоило нам, а будем валить валом, пока не сопрем. И хитрый же он, не дай бог, замечает артиллерийский солдат. Едем мы с нашей батареей. Едем, едем. Только скомандовали нам сниматься с передков, а вдруг как начнут жарить по нас пулями. С саженях в трехстах всего. А раньше все молчали. К ним резервы их поступили. Мы отошли. Вот этих землячков, солдат кинул на японцев. Мы там же и подобрали. Напротив лежали японцы. Трое притворились спящими и укрылись головой, а один с обтянутой желтой кожей на худом лице, оскалив зубы, смотрел назад. Пришел офицер генерального штаба с нашим офицером, говорящим по-японски, и стал записывать, какой они дивизии, полка, роты. Все это, впрочем, обозначено у них на овальной величиной с медаль медной пластинки, которую на тесемке носят они на груди вместе с амулетами. Такие же пластинки у наших солдат. Они их нацепляют на пояса своих брюк. Ну что ж, спрашиваю я у одного из солдатиков с широким лицом, клином, бородка, в какой-то непохожий на образец по широким полям шапки с козырьком. Сердце против них есть? Я показываю на японцев. Солдаты делают добродушную гримасу. Сосед говорит за спрошенного. За что сердце? Подневольное, как и мы люди. Делают, что прикажут. А все-таки прикладом бы сходь следовало, замечает первый солдат. За что же? Добивают наших раненых. Берут только легких, а тяжелых прикалывают. А солдатику из двенадцатого полка язык вырезали. Да вранье все это, говорит кто-то из нашей группы. Солдатики молчат. Идем в другой барак. Такой же холод и такое же оживление, прямо восторг даже. И все потому, что опять наступаем. Вопрос заходит о пище и одежде. У всех сапоги, шинели. А у японцев? Насчет одежды, ладно, кажись, а спят наворованным. Что наворуют у китайцев, то и постелют. А то и так прямо на земле. Вот в тех деревнях, откуда выгнали их, видно. Вы горячие каждый день едите? Каждый день. Наш полк в цепи, оба дня был. Горячее мясо каждый день полагались. И хлеб? Ну, с хлебом похуже. Два дня были без хлеба и сухарей. Да у вас же трехдневный неприкосновенный запас сухарей. Их трогать никак нельзя. А вдруг наступление? Никак невозможно. И солдатики дружно отзываются. Никак невозможно. Никак невозможно. Ну, прощайте, господа. Завтра вас отправят. В бараке только один тяжело раненый. Непрерывные тяжелые стоны несутся из-под сырой шинели. А чего его не отправили и с остальными ранеными? Доктор тихо говорит. Безнадежный. К утру, вероятно, умрет. Нас зовут ужинать. За ужином читаем трогательное письмо японского капитана, напечатанное в маньчжурском вестнике о расстрелянном нашем солдате, которого поймали в платье китайца. Мы постараемся передать Твоим, каким горем Ты умираешь. Что еще хочешь, чтобы мы передали? Благодарю покорно. Передайте, что видели. Опять гремят выстрелы. Каждый выстрел, каждый звук говорят о новой смерти. И валятся теперь там, где-то во мраке, эти безответные герои, имен которых даже никогда не узнают. Заходит речь о тяжелой амуниции нашего солдата. Дала какой-нибудь опыт эта война? Никакого, говорит офицер генерального штаба. Наша амуниция ничем не отличается по весу от остальных армий. Но если бы возить или носить ее за солдатом? Невозможно. Тогда придется иметь двойную армию, а на армию носильщиков еще новую армию. Единственное, что можно сделать, это приучать на маневрах солдат к тяжестям. Тренировать их, вырабатывать из них атлетов. Я не согласен с вами, говорю я. Если бы у нас была мощная центральная электрическая станция, если бы было полторы тысячи воздушно-канатной дороги, которую можно укладывать и складывать в случае надобности немедленного движения обозов, то у солдат, у которых теперь две трети силы уходят на ношение тяжестей, тогда вся сила уходила бы на прямую цель. Я не знаю этой дороги. Одному, конечно, и нельзя всего знать. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений том 6 Петроград Издание товарищества Маркс 1916 год Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова